Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами очень интересная и долгожданная тема. Это развитие ребенка в год и три месяца. И те мастхевы, те вещи, развивашки, игрушки, книжки, все, что мы используем ежедневно для того, чтобы как раз-таки помогать моему малышу развиваться. Но перед тем, как мы приступим с вами к обозреванию всех этих гаджетов и предметов, у меня небольшое объявление. Еще три выпуска на моем канале и я отправляюсь в заслуженный отпуск. Весь год мы с малышом работали над этим каналом как пчелки и пришло время нам немножечко отдохнуть. Поэтому весь август я беру паузу и мы с малышом будем наслаждаться нашим летом. Особенно это важно, потому что мы с мужем планируем свою вторую беременность и по возвращению в Санкт-Петербург начнем работать над этим вопросом снова. И учитывая этот большой-большой момент, я понимаю, что очень скоро динамика, внимание, общение, да и в принципе отношения в нашей семье будет сильно меняться. И сейчас, в то время, когда мы с малышом находимся в Риге здесь вдвоем, я знаю, что я могу посвятить ему и уделить ему все свое время максимально. На Ютубе делаю перерыв, но те, кто нас сильно любит и уже привык за нами наблюдать, не расстраивайтесь, мы будем присутствовать на Инстаграме. Будем стараться публиковать ежедневные сторис, рассказывать о том, как же наши дела, чем мы занимаемся. И также, подруги, будем с вами проводить прямые эфиры. И весь август будем с вами общаться в Инстаграме. Ну а сейчас давайте к теме нашего видеоролика, это развитие малыша в год и три. Нужно учитывать очень важный момент, что в год и три малыш очень-очень активно начинает взаимодействовать с окружающим миром. Понятное дело, что он это делает с самого рождения, но в год и три для него очень активная фаза именно в этом вопросе. Ребенок начинает ходить, он начинает познавать мир, особенно сейчас, когда лето, он начинает знакомиться с окружающей средой. Поэтому все наши развивашки мы разделили в две категории. Первая – это те развивашки, которыми мы пользуемся в доме. И вторая категория – это те развивашки, которыми мы пользуемся на улице. И начнем с тех развивашек, которые нам помогают особенно в дождливые дни, когда мы свое время проводим в доме. И первая из новинок, чем мы начали пользоваться – это пазлы для самых маленьких малышей. Пазлы эти самые-самые разные. В нашем случае я приобрела пазлы с животными и пазлы с машинками. Деревянные пазлы, и они отличаются от взрослых тем, что малышу очень легко ими начинать играть. Пока малыш еще не разбирается в формах, он не разбирается в цвете, он не сильно понимает разницу в предметах, в этом случае в транспорте или в животных. Здесь очень классно работает просто взаимодействие самой подставки и основы этого пазла и маленьких фигурок. На каждой из этих фигурок есть маленькая рукоятка, которая помогает ребенку очень и очень легко эту фигурку из основы взять и обратно поместить. В пазлике с транспортами очень здорово, что когда ребенок забирает одну из фигурок, в месте, где она находилась, есть также подсказка. Нарисована форма того пазлика, который малыш взял в свою ручку, и он очень легко может разобраться, в какое место каждая фигурка должна вернуться. Этот конкретный пазлик с животными, он немного отличается тем, что на нем нет рукояток, но зато каждая фигурка, она более объемная, чем в других пазлах. И здесь ребенок действительно очень легко также может эту фигурку взять за ее края. Плюс ко всему очень здорово, что эти фигурки такие объемные, они также деревянные, и они хорошо садятся в маленькую ручку ребенка. Он может этими фигурками играть также независимо от самого пазлика. И третий пазлик, который мы приобрели, этот пазл на тему джунглей, на тему животных. И он также имеет очень удобные рукоятки, за которые ребенок может каждую фигурку взять, но в этом случае уже не пририсованы фигурки в том месте, куда она должна вернуться. Поэтому здесь малышу нужно будет приложить больше усилий для того, чтобы понять, какая фигурка на какое место должна встать. Эти пазлы ребенку очень хорошо помогают развивать координацию, логическое мышление. Он очень хорошо учится тому, как взаимодействуют разные предметы, он учится понимать расстояние, формы, цвет и также размеры. И также очень хорошо развивается зрение ребенка, поскольку он понимает, как работают предметы ближе, дальше, и как их помещать обратно на свои места. И, конечно же, внимание, поскольку ребенок концентрируется на конкретную задачу, и он пытается с ней справиться определенное количество времени. Конечно же, время, которое ребенок проводит с этими пазлами, да и в принципе с любой развивашкой в этом возрасте, оно не такое длительное, но все постепенно, по чуть-чуть, и это время с каждой игрой увеличивается. Также мы с малышом играем с разными пирамидками. У нас, конечно же, есть в нашем арсенале обычные кубики, блоки, пирамидки, которые составляются просто одна на другую. Но из новинок мы приобрели вот такую пирамидку, которая также деревянная. Она размещена на деревянной основе, и здесь есть четыре формы разных фигурок, которые нужно помещать на деревянные палочки. И нанизывание этих фигурок здесь происходит по трем принципам. Первое – это форма фигурки, второе – это цвет фигурки, и третье – это количество палочек, на которые ты нанизываешь конкретную фигурку. Здесь таких одна, две, три и четыре. Следовательно, на единичку мы нанизываем кружок, дальше на двоечку мы нанизываем четырехугольник, на троечку мы нанизываем трехугольник, и на четверочку, естественно, квадрат. И пока еще малыш не разбирается в цветах, мы работаем просто над его способностью снять эти фигурки и поместить их обратно. И, конечно, в процессе я ребенку рассказываю и словами объясняю, что это голубой цвет, это треугольник, это кружок, а вот в этом прямоугольнике два отверстия, поэтому он отправляется на две палочки. Следующая наша развивашка – это вот такой вот пазлик в виде семьи медведей. Здесь мама, папа и двое деток. Этот пазлик очень-очень классный, потому как он может для малыша быть интересной игрушкой очень долгое время. Что мы делаем? При помощи этого пазла каждый день мы можем одевать мишек относительно того, чем они занимаются. Либо они встают с утра, либо они, наоборот, отправляются вечером спать. Может быть, они отправляются на пляж или просто на прогулку, и здесь мы можем, соответственно, их одевать. Также очень здорово здесь работает то, что ты можешь выбирать эмоции каждого из героев и делать их либо счастливыми, веселыми, либо грустными, либо злыми, либо задумчивыми. И, в общем, составлять разные-разные настроения, разные образы этой семьи и рассказывать ребенку разные истории, чем же эта семья может заниматься. И, конечно же, по мере развития и роста малыша эти истории могут быть самыми-самыми разными. Сейчас, когда моему малышу всего год и три, конечно же, здесь все очень-очень примитивно. Мы просто берем разные фигурки и просто их составляем. То есть мы даже особо не обращаем внимания, совпадают ли ножки, например, с типом одежды, и какие эмоции на личике медведей. Здесь мы просто играем с тем, чтобы малыш составлял эти фигурки. Потом уже попозже, когда малыш будет развиваться, расти и больше понимать, тогда я буду включать, конечно же, разные типы одежды, куда и как семья может одеваться, отправляясь либо, например, на сон, либо в прогулку. И здесь очень важный момент, что мы можем начинать знакомить ребенка с эмоциями. Как известно, маленький ребенок, он себя проявляет только посредством эмоций. Он не умеет разговаривать, он не умеет объясняться. И те эмоции, которые он проявляет, например, когда он злой, или когда он радостный, или когда он грустный, то он проявляет свои эмоции, во-первых, выражением лица, во-вторых, это либо крик, либо это смех, либо это плач и так далее. У нас есть две игрушки, с которыми у ребенка это получается наиболее всего. Это его мягкая игрушка Дэнни, собачка, и мягкая игрушка кошечка. Именно по этой причине взяла их с собой, потому что я знала, что ребенок очень-очень любит эти две игрушки, и он к ним проявляет особую нежность. Он уже научился их целовать, он их обнимает. И на самом деле частенько, первым делом утром, когда он просыпается, либо даже после своего дневного сна, он бежит, ищет эти две игрушки, начинает их обнимать, целовать, и, в общем, с ними проводит очень много времени во всех этих обнимашках. И поэтому именно в этом возрасте мы начинаем учить ребенка, как проявлять свои эмоции. Мы с мужем показываем ему свои эмоции по отношению к нему, когда мы счастливы, показываем наши эмоции, когда мы не особо довольны, или когда мы просто проявляем к нему свою заботу и любовь. И потом, когда ребенок уже станет старше, мы будем его учить справляться со своими эмоциями, неважно, негативные они или позитивные, и выражать их должным образом уже словами. Ведь чаще всего детские истерики, разные выпады, бунтарства, они как раз-таки спровоцированы тем, что ребенок не умеет выражать и объяснять свои эмоции, тем более он не умеет с ними справляться. Также из развивашек у нас теперь есть вот такой вот классный дружок, которого зовут Битбо, и этот малыш от Фишер и Прайс. Это танцующий то ли заяц, то ли робот, я до сих пор не разобралась, кто это, но он очень здорово играет с малышом и показывает ему, что во время музыки мы можем петь, танцевать и повторять какие-то движения. Эта игрушка растет вместе с ребенком, так как в самом-самом начале, когда ребенок еще очень маленький, он не понимает, что этот маленький робот ему говорит, ребенок просто радуется и интересуется, во-первых, яркими цветами, разными фактурами на вот этой игрушке, и он может нажимать разные кнопки. Кнопки здесь располагаются как на ножках, так и на животике. И здесь у нас есть песенки, которые просто знакомят ребенка с цветами, с окружающим миром, также есть песенки, которые знакомят его с цифрами и буквами, и вот эта красная кнопка на второй ножке, при нажатии ее мы можем что-то этому роботу сказать, и он повторит наши слова в песне. И также ребенок может нажимать на животик, и здесь появляется очень много цветов, и он начинает петь и танцевать. Вот такой вот танцующий дружочек. Из минусов, которые я в нем заметила, это, во-первых, то, что он очень-очень громко работает, не в смысле музыки, а в смысле работы самой системы, и это немного малыша отвлекает. И, конечно же, сейчас, когда мой малыш, он очень-очень маленький, он больше его таскает за уши, он его швыряет, и, в принципе, конечно же, не получается пока еще с ним вот прям предметно танцевать и петь, и делать все, что этот маленький робот говорит. Но это не беда, поскольку, действительно, ребенок мой очень еще маленький, и пока он только радуется, наслаждается цветами, самой музыкой, песнями, звуками, и, конечно же, таким вот веселым видом игрушки, которая поет и танцует. И также большую часть нашего времени в доме занимает чтение книг. Если вы помните, я очень много раз показывала наши самые-самые любимые книги. В основном это книги от Асборн, и они на английском языке. И пока ребенок был совсем-совсем маленьким, его любимыми книгами были разные звуковые книги, которые издавали звуки либо природы, либо окружающих предметов, неважно, но, в принципе, звуковые книги. Вторая книга, которую мы совсем недавно начали пользоваться, это Азбука, и это большая книга английских слов. И здесь видно, насколько она красивая, цветная. Эту книгу я также уже неоднократно вам показывала. И здесь главный принцип этой книжки заключается в том, что на каждой странице есть буква и очень красивые иллюстрации, которые показывают предметы, животные и разные слова, которые начинаются на эту конкретную букву. И сейчас, когда мой малыш подрос, мы добавили новые книжки. Книжки эти больше уже интерактивные взаимодействием. То есть здесь ребенок может не только нажимать на разные кнопочки и издавать звуки, но также он может двигать разными предметами. И здесь я, как мама, также могу ему рассказывать разные истории. Из тех книжек, которые я ему приобрела, во-первых, это книжки, которые связаны с его повседневной жизнью, и где он может видеть знакомые предметы, или он видит какие-то знакомые активности, которыми мы ежедневно занимаемся. Вот здесь у меня, например, две книжки, одна книга на тему дома, и в этой книжке показываются все комнаты и все мероприятия, которыми ребенок может заниматься в доме, также и предметы, которыми он здесь пользуется. А вторая книга – это книга «Малыш». И эта книга уже показывает и рассказывает ребенку о нем самом, чем занимается малыш, как он ест, как он спит и просыпается, как он одевается, какими игрушками он в доме пользуется, и как он также умывается утром или вечером. Также есть большое количество книжечек на тему животных. Самая простая книжечка – это вот такая вот маленькая, в которой мы просто можем ребенку рассказывать и показывать домашних животных, и рассказывать ему о том, что есть мама, например, кошечка, и также есть котеночек – это ее ребенок. Тут есть также свинюшки, потом пингвины, собачки, лошадки и тигрята с мамой-тигром. Еще одна очень классная книга от Асборн – это книга про лес. И здесь, в этой книжке, мы уже можем знакомить ребенка с разными животными и звуками, которые они издают в лесу. Ну и, конечно же, пока ты показываешь ребенку эту книжку, можно придумывать разные истории, чем же эти животные в лесу занимаются. И что очень здорово в этой книжке, что здесь на каждой странице есть очень много интересных частей, которые можно открывать. И за ними прячутся разные-разные животные и, конечно же, разные истории. Книжки все эти в основном сделаны из достаточно плотного картона, поэтому здесь мы можем быть уверены, что ребенок в первую секунду уже их не разорвет. Эти книжки будут служить какое-то время точно. У нас еще одна книжечка на тему животных для самых-самых маленьких. И от других книг она отличается тем, что здесь нужно складывать половинки. Половинки имеется в виду, что каждое животное разделено на две части. И тут ребенок, листая эту книжечку, может искать правильную половинку каждого животного, чтобы совпадала верхняя часть, то есть его голова, и нижняя часть его тела, одежда и фон самой страницы. Следующие две книжки уже, в принципе, для деток постарше, но и также Рэму я уже эти книжки показываю. Он с большим-большим интересом за ними наблюдает. Почему эти книги для детей постарше? Потому что здесь уже можно отвечать на вопросы, которые ребенок мог бы задавать на тему разных животных и мест их обитания. Тут, например, вопрос, почему птицы поют, или почему у кошек есть усы, или, например, почему лягушки прыгают. С Рэмом, конечно же, мы пока просто открываем эту книгу, смотрим на животных. Я ему рассказываю про этих животных, и мы просто открываем каждую страничку, открываем все вот эти домики, в которых прячутся какие-то животные, и просто играем в игру ку-ку. Вторая книжечка – это книга о том, как и где живут разные животные. И здесь уже открываются очень красивые страницы с разными животными, которые живут либо в лесу, либо в джунглях, либо в море, либо в реке, либо в домиках, и так далее, и так далее. И также можно рассказывать, как каждое животное строит эти домики, и чем же они там занимаются. Потом у нас есть очень красивая книга на тему сезонов и времен года. И здесь также принцип ровно такой же, как у всех остальных книг, когда можно открывать вот маленькие части этих страниц и рассказывать ребенку о том, что существует год, существуют разные времена года, какие изменения происходят с природой, какие изменения происходят с человеком, как меняется наша одежда, как меняется наш образ жизни с наступлением того или иного сезона года. И в этой книге, помимо основного рассказа о временах года, здесь внизу в каждой страничке нарисованы разные либо животные, либо растения, либо предметы, которые ребенок должен найти, открывая вот эти маленькие домики на каждой странице. И эта игра, конечно же, для деток уже постарше, но, как я уже говорила, мы все равно с Рэмом достаточно много времени проводим за этими книгами, и здесь мы просто пока что изучаем животных, изучаем людей, изучаем природу, изучаем цвета. И также я приобрела три книги для развития речи ребенка. Эти книги, они имеют как картинки, так и тексты, и здесь на самом деле текста, в отличие от других книг, намного-намного больше. И в силу того, что я со своим ребенком преимущественно разговариваю больше на английском языке, то плюс этих книжек в том, что я могу читать ему больше текстов на английском языке, и он слышит эту речь, и он может со временем к ней привыкать и ее изучать. Первая книжка это о маленькой птичке Томми, о его приключениях. Вторая книга, она очень-очень милая, здесь книга про дружбу. И, кстати говоря, очень здорово, что можно с самых первых дней малышу также читать такие позитивные книги, в которых есть позитивные герои, позитивные истории, в которых описываются взаимоотношения между людьми или животными в позитивном контексте. То есть ребенок учится доверять, он учится дружить, он учится делиться, учится тому, что есть разные взаимоотношения и взаимодействия между людьми и между животными. Здесь лисенок и маленький ежик, и книга называется «Ты делаешь меня счастливым». И тут разные ситуации, в которых этот ежик и лисенок попадают, и они друг другу рассказывают, каким образом они делают жизнь друг друга веселее, каким образом они помогают смотреть на мир глазами другого и таким образом открывать вещи с новой стороны. И очень здорово, что ребенок этому также может учиться. И последняя наша новая книжка, эта книжка называется «Я люблю тебя, мой малыш». И на самом деле в этой книжке может быть меньше цветных всяких разных историй, либо здесь ребенок может меньше учиться природе, животным, цветам и так далее, и так далее. Но одна вещь, которой ребенок может учиться, когда мама читает ему эту книгу, так это любви. Потому что эта книга рассказывает малышу о том, насколько мама, ну или папа, или даже может быть бабушка, дедушка, неважно, тот человек, который читает эту книгу ребенку, насколько он любит ребенка. Ну, например, когда открывается страничка с китами, которые живут в глубоком-глубоком море, ребенок может задать вопрос «Как сильно же ты меня любишь?» И мама ему может ответить, что «Я люблю тебя глубже, чем самое-самое глубокое море, или выше, чем самые-самые высокие горы, или люблю тебя больше, чем звезд в ночном небе». Не знаю, для меня, как для мамы, это очень такая сентиментальная, очень красивая книга, и при помощи этой книги я в очередной раз могу своему ребенку признаться в любви и рассказать ему, насколько же сильно я его люблю. И что касается размещения игрушек, развивашек и книжек в нашем доме, то все они кладутся на те полки, которым ребенок имеет свободный доступ, он может в любое время дня взять ту игрушку, которую он хочет поиграть, или книжку, которую он хочет посмотреть, почитать вместе с мамой или с папой. В общем, эти все развивашки, они всегда в свободном доступе для ребенка. Ну вот, это все наши новые развивашки, которыми мы на данный момент пользуемся в доме. Ну и, конечно же, помимо этого всего, у нас есть сухой бассейн с шариками, в котором ребенок очень любит играться. Он туда забирается, из него выбирается, с этими шариками также играет. Также мы купили ему еще инструменты, поскольку он очень-очень интересуется рабочими инструментами папы, то есть это отвертками, волоскогубцами, молотками и всем прочим, то мы также ребенку купили еще детский набор инструментов, с которым он также с большим удовольствием играет. Ну и также у нас в арсенале до сих пор наши все музыкальные игрушки, игрушки для купания. Впрочем, все те игрушки, о которых мы уже не раз говорили с вами, как в моих сторис в Инстаграм, так и, в принципе, здесь на канале на Ютубе. На улице. Чем же мы занимаемся на улице? Самая главная развивашка и самая главная игрушка на улице – это сама улица. Так как мы приехали сюда в Ригу и живем в частном доме, то я своему ребенку с большим-большим удовольствием позволяю с полной свободой играться на улице, знакомиться с окружающей средой, ознакомиться с песком, знакомиться с грязью, с травой, с асфальтом, с камешками, с листиками, с растениями, с животными в том числе. И, в общем, мой ребенок, он может в полной мере наслаждаться детством в смысле такого хорошего классного лета за городом. Также Рэм уже начал учиться ходить. И здесь нам в самом начале большой помощью был наш ходунок, особенно в тот момент, когда за первые недели его пребывания в Риге и попадания в такую свободу на улице, он очень-очень натер свои ручки, у него появились достаточно такие неприятные мозоли. И поэтому ходунок, с которым он тут носился по улице, он очень сильно нам в этом помогал. Во-первых, конечно же, ребенок привыкал к передвижению на двух ножках, но в то же самое время я могла помочь ему выберечь ручки, пока они заживут. Сейчас, когда с руками все уже в порядке, ходунок был устранен, поскольку не стоит все-таки увлекаться такими предметами, как разного рода ходунки, поскольку они, по большому счету, тормозят развитие ребенка и тормозят его такое полноценное хождение. Следовательно, сейчас мой малыш, конечно же, раздражается и часто бесится от того, что у него не получается, он падает. И, кстати, я должна заметить, что у него нет страха ходить, то есть видно по нему, что он не боится. Он больше раздражается, когда у него что-то не получается. Но в то же самое время он уже достаточно уверенно проделывает свои самые первые шаги, поэтому я, как мама, с большой радостью за этим всем наблюдаю. Также на улице мы поставили для него песочницу, в которой он играет, и это очень здорово развивает также координацию, внимание, мелкую моторику. В принципе, ровно все то же самое, что и все развивашки, которые сделаны для возраста от года до двух, они направлены на то, чтобы развивать все именно эти навыки. Поэтому десятый раз повторять не буду. Так вот, у нас есть песочница со всеми его игрушками. Что касается песочницы, здесь я изучила вопросы, тут нужно обратить внимание на то, какой песок мы ребенку покупаем. Если, например, песочница у нас такая передвижная, пластмассовая, то здесь нужно позаботиться о том, чтобы была, во-первых, крышка, которая будет защищать этот песок от дождя, от падающих листьев, яблок, от птиц, которые могут решить, что эта песочница прекрасный туалет, и прочего мусора. Ну и также эта крышка в течение дня может служить как, например, песочница для второго ребенка, или можно ее использовать как бассейн, то есть наполнить вторую часть этой песочницы водой. Мы в своем случае не стали ее использовать ни как вторую песочницу, поскольку второго ребенка пока нет, ни как бассейн, так как у нас есть и большой взрослый бассейн, в котором ребенку очень нравится купаться, и также есть маленький бассейн. Мы эту вторую часть используем в качестве крышки и накрываем нашу песочницу для того, чтобы ребенок мог играться в чистом и сухом песке. Если говорить про песок, здесь также нужно учесть, что песок должен быть специальным для песочниц. Не получится просто поехать куда-нибудь на пляж или в лес собрать какого-либо песка, поскольку для деток этот песок должен быть чистым и мытым. В нем не должно быть никаких стекол, мусора и прочих других предметов, которые могут в этом песке находиться на природе, поэтому здесь нужно обращать внимание, что нужно покупать отдельный специальный мытый песок для детских песочниц. И, конечно, на улице мы используем все стандартные игрушки, которые и созданы, собственно, для игры на улице. То есть песочницы — это разного рода фигурки, лопатки и ведерки для игры с песком, а в бассейне — это, опять же, всякие разные плавающие игрушки, которые могут ребенку также помогать не только веселиться, но и развиваться. Например, такие игрушки, как рыбалка, где он при помощи удочки может ловить рыбок, ну или другие игрушки, которые, например, создают разные эффекты. И одной из таких игрушек сейчас у нас стала любимой вот такая вот ракета. Эта ракета, она предусмотрена для детей от года и до уже двух-трех лет, когда ребенок очень осознанно может с этой ракетой играть. Пока ребенок совсем маленький, то, конечно же, ему может помогать мама использовать эту игрушку, как такой классный спецэффект поливалку, либо для игры, либо даже в ванной комнате, когда мы моем волосики. Она может помогать смывать пену с головы. И потом, когда ребенок уже взрослеет и уже может более осознанно сам играть с этой игрушкой, он уже сам будет придумывать всякие разные сюжеты для игры и играть с этой ракетой. Здесь, кстати говоря, есть также два космонавта, утенок и медвежонек. В общем, в целом, наверное, из таких новинок и тех игрушек, развивающих, которыми мы пользуемся именно в год и три, это все. Все остальные, такие уже привычные, стандартные наши игрушки, вы, конечно же, сможете увидеть в наших сторис в Инстаграме. Ну, в общем, в целом, что я поняла касательно ребенка возраста от года и вперед, что неважно, какую бы игрушку я ребенку не купила, я могла бы купить ему действительно очень дорогую, навороченную игрушку или купить самую, не знаю, простую игрушку в виде пазла, которая не стоит больших денег. Но, если мама не участвует в игре вместе с ребенком, то по большому счету эти игрушки теряют свою ценность и теряют смысл, поскольку малыш, он по большому счету знакомится с миром, развивается от взаимодействия со своими родителями и окружающими людьми. Поэтому, когда я покупаю вот именно эти игрушки своему малышу, то есть я не использую их никогда как простый способ, например, там, отдохнуть от ребенка, вручить ему в руки вот эту игрушку и надеяться, что он сейчас 20 минут будет вот сам с этой игрушкой играть, доставать вот этих животных или одевать семью медведей или читать даже книги. Нет, совсем нет. Я сажусь рядом с ним, я ему показываю своими действиями, как можно играть с этой игрой, как можно играть с каждой из этих игрушек, как можно читать книжки, что с ними можно делать. И таким образом он учится у меня. И плюс ко всему, конечно же, когда ребенок, он общается с мамой, когда она уделяет ему хотя бы на эти игры полчаса времени в день, то ребенок, он учится и отношения между людьми, он учится доверять своим родителям, доверять своей маме, доверять окружающему миру, быть смелым в этом окружающем мире, смело изучать этот мир, проявлять инициативу, проявлять интерес. И вместе со своей мамой, со своим папой, может быть, даже старшими братьями-сестрами или уже с друзьями, другими малышами, он прекрасно развивается и познает этот мир. Поэтому, мамочки, когда вы также для своих малышей покупаете все эти замечательные развивающие игрушки, помните, пожалуйста, о том, что без вашего участия они на самом деле не будут приносить вашему малышу столько пользы, сколько могли бы принести, когда мама или папа играют вместе с ребенком. На этом сегодня из наших развивашек это все. Я показала вам все, чем мы пользуемся с малышом ежедневно. Ну, а непосредственно, как мы играем в эти игрушки и как мы ими взаимодействуем, наблюдайте за нами в сторисах и в постах в нашем инстаграме. Ну, а мы с вами увидимся в моем следующем видеоролике, в котором мы будем говорить об одежде малыша. Я покажу вам все наши мастхевы, которые мы имеем в гардеробе моего малыша в год и три. Увидимся с вами в нашем следующем видеоролике. Пока!